девочки вот это платьишко из батиста такое летнее легкая нежная модель довольно таки простая украшением является здесь вот этот воротник и спереди планка застежки тоже смотрится красиво платье как вы видите без рукавов проймы рукавов обработаны бейкой принципе шить несложно довольно таки просто вот я раскроила детали платья здесь у меня две бейки для окантовки проймы рукавов бейка для окантовки горловины воротник две детали переда деталь спинки и детали юбки одна большая деталь со сгибом это на спинку две детали это на перед на деталях переда верха и низа нужно будет продублировать место где у нас будет планка застежки а именно мы дублируем вот эту часть с изнаночной стороны на обоих деталях я сделала отметки и сейчас проклею дублерином обе детали и также обе детали юбки на деталях переда место под застежку я продублировала и заутюжила по разметке вот таким образом сначала на сантиметр потом на 2 на 3 сантиметра у нас ширина планки застежки 3 сантиметра на обоих деталях аналогично я сделала на деталях переда юбки вот у нас край где будет застежка также продублировала и заутюжил их на обоих деталях деталь спинки и деталь переда складываем лицом к лицу уравниваем по плечевым и боковым срезом и сейчас проложим строчку на машинке стачиваем по плечевым срезом и по боковым срезом сразу при пуске обрабатываем на оверлоке и заутюживаем на сторону спинки мы источали плечевые швы боковые швы обработали на оверлоке и швы заутюжили на сторону спинки и боковые и плечевые тоже на сторону спинки бейки подготовим к пошиву для этого мы сначала заутюжим бейку пополам лицом к лицу вот таким образом и потом еще раз заутюжим один край пополам вот так пройму рукава мы будем обрабатывать бейкой подготовили уже бейку заутюжили сначала пополам и потом еще раз пополам вот таким образом находим середину бейки тут у нас середина прикладываем к плечевому шву вот середину бейки и плечевой шов прикалываем начинаем прикалывать та часть которая у нас не заутюжена а здесь у нас заутюжи на два раза дошли до бокового шва сейчас нужно сделать здесь отметку и проложим строчку на машинке таким образом вот здесь вот так проложим строчку строчку я проложила лишнее убираем что у нас получается проложим строчку на машинке 7 миллиметров от края по кругу вот мы проложили строчку на машинке по кругу если вывернуть у нас вот так вот все выглядит видите здесь совпадает сейчас я подрежу сделаю насечки на припусках вот мы сделали насечки теперь выворачиваем сейчас мы вот этот шов заутюжим на сторону наши бейки перегибаем позу утюженным линиям шов перекрываем на 1 миллиметр и сейчас я ручными стежками скреплю еще раз покажу как это будет выглядеть раз два шов закрываем вот я сметала ручными стежками и сейчас по лицевой стороне я буду прокладывать строчку на машинке ровно в шов по всему периметру после того как строчку проложили от утюжили и вот у нас такой получается результат с изнаночной стороны выглядит вот таким образом это у нас деталь воротника сейчас мы обработаем края по трем сторонам сначала я обработаю один край московским швом начала подгибаем на 5-7 миллиметров про прокладываем строчку на машинке близко к краю потом лишнее отрезаем и подгибаем еще раз и прокладываем строчку ровно шов либо используем лапку улитку я сейчас буду использовать лапку улитку а потом мы обработаем вот эти края подогнув их два раза так убираем нашу стандартную лапки и устанавливаем лапку улитку вот этот край мы будем обрабатывать швом в подгибку лапкой улиткой нужно для начала нужно подвернуть два раза вот так и идем на машинку вот мы подвернутый краешек заводим под лапку и опускаем иголку так мы ее закрепляем теперь нужно вот этот краешек завести под эту улиточку аккуратно помогаем и заводим перелоку опускаем и начинаем строчить здесь время ткань помогаем таким образом придерживаем начале я ниточки потяну так Вот такой аккуратный у нас шов получается лапкой-улиткой. Вот такая красота. Вот эти края я просто оформила швом в подгибку, два раза подогнула и подшила оба края с обеих сторон. По верхнему краю воротника проложила две параллельные строчки с шагом 4 мм для того, чтобы нам делать сборку. Я оставила вот такие длинные нити. Деталь верха платья. Сейчас будем притачивать сюда воротник. Середина спинки я отметила. Вот деталь воротника. У меня тоже середина. Я скалываю серединки. И сейчас буду тянуть за нити, формировать сборку и прикалывать к вырезу горловины. Вот здесь у нас заканчивается планка, вот на этом месте. И вот до этого места, вернее вот здесь мы будем у нас и заканчиваться, начинаться воротник. То есть конец планки и начало воротника вот таким образом. Планка у нас остается незакрытой. Сборку распределила по горловине, сколола булавками. Креплю все временной строчкой и удалю нити, с помощью которых мы формировали сборку. Закрепляющую строчку я проложила и удалила вспомогательные нити. Сейчас будем закреплять бейку. Бейку мы тоже отутюжили. Сначала пополам, потом загнули. Наметила я середину. Складываем бейку и воротник лицом к лицу. И начинаем по кругу скалывать. Доходим до планки. Планку перегибаем на изнаночную сторону по линиям сгиба. Здесь вот так вот загибаем припуск. Планку перегнули. И бейку располагаем поверх нее. Закрепляем булавками. Лишний кусочек бейки мы отрезаем. Сейчас проложим строчку на машинке от начала до конца. Припуск 1 см. Строчку я проложила. И теперь сделаю надсечки. На расстоянии где-то 1-1,5 см друг от друга. Не доходя до шва 1-2 мм. Уголки тоже мы подрежем. Припуск заутюживаем на сторону бейки. Сейчас нужно проложить строчку на машинке. 1-2 мм от шва. И тем самым мы закрепляем наш припуск к обтачке. Вот я проложила строчку. Закрепила припуск к нашей обтачке. И сейчас эти остатки припуска мы аккуратно подрежем. Все припуски я подрезала. Сейчас выворачиваем уголки. Расправляем. Вот наша планка. Теперь мы бейкой обворачиваем шов, припуск и скалоблок. Я заколола булавками. И теперь буду прокладывать строчку. Начну строчку вот отсюда. 8 мм от края прокладываю строчку. И заканчиваю строчку вот здесь. Чуть-чуть захватив планку. Строчку на машинке я проложила. Вот что у нас получилось. Воротничок готов. Это детали юбки спинки. И берем детали юбки переда и складываем лицом к лицу. Уравниваем по боковым срезам. Сточаем на машинке и обработаем припуск на верлоке. Потом припуск утюжим и заутюживаем на сторону спинки. Детали юбки мы стачали между собой. Припуск обработали на верлоке. И заутюжила я на сторону спинки. По верхнему краю проложила строчку параллельную на машинке. Шагом 4 мм. Оставила длинные концы, чтобы формировать сборку. Где у нас будет находиться планка. Вот видите строчку, где планка я не прокладывала. До планки прокладываем строчку. Сейчас будем соединять верх и юбку. Складываем детали лицом к лицу. Начну я со спинки. Сколола я посередине спинки, лицом к лицу детали. Вот здесь у нас боковой шов. Сейчас я буду тянуть за нить и формировать сборку. Распределять ее и здесь скалывать. Где у нас будет располагаться планка. Мы просто это место скалываем булавками. Сборку не делаем, где у нас планка. А дальше мы уже нашу сборку распределяем. Соединила юбку с верхней частью платья. Сборку распределила по всей длине. Где у нас идет планка застежки, там мы сборку не делаем. Вот это будет с обоих сторон. Сейчас буду прокладывать строчку на машинке. Припуск 1 см. И вот здесь машинная строчка будет проходить у нас между двумя вспомогательными строчками. Это очень удобно. Мы потом легко удалим нити для сборки. Строчку на машинке проложила. Вспомогательные нитки от сборки удалила. Теперь припуск обработаю на оверлоке со стороны шубки. И потом припуск заутюжу наверх. Шов обработала на оверлоке, заутюжила наверх. Теперь займемся низом. Сейчас низ сначала обработаем на оверлоке. Оверлочную строчку будем прокладывать по лицевой стороне. Вот я обработала нижний срез на оверлоке. И сейчас займемся планкой и низом. Низ у нас будет подгибаться на 2 см. Сейчас я линейкой отмерю 4 см. Это у нас до какого будет подгибка. А вот здесь по краю я отмерю 2 см. Сейчас я переверну на лицевую сторону. Планку перегибаю на лицевую сторону по разметке. Припуск тоже перегибаю вот таким образом. И проложу строчку на машинке вот по этой линии. Только по планке. Вот с обоих сторон сделала одно и то же, проложила строчки. Сейчас я подрежу припуски. Посмотрите, как я подрежу припуски. Берем по нашей подгибке, не доходя до шва 5 мм. Потом у нас вот этот хвостик остается. Снизу мы не трогаем. Мы подрезаем вот этот хвостик. И еще, еще подрезаем уголок. Вот так. Теперь выворачиваем. Видите, у нас уже подгибается наш низ. Сейчас по низу я сделаю отметки. Так как низ мы будем подгибать на 2 см. Я отмечу по 4 см. И по ним сделаю подгибку. Можно прочертить линию. Но для меня достаточно таких отметочек. И сейчас за утюжу. По низу платья я припуск заутюжила. И сейчас нам осталось проложить финальную строчку. Мы одной строчкой закрепим планку и припуск. Начинаем строчку вот отсюда, где у нас закрепка бейки горловины. От края отступаем 1-2 мм. Доходим до низу. Возвращаемся наверх. И потом вот сюда. В круговую. Ручку по планке и по низу я проложила. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Вот это у нас изнаночная сторона. Все аккуратно, красиво. Сейчас нам нужно обметать петли и пришить пуговицы. Либо кому нравится, можно установить кнопочки. На выкройке есть разметка под пуговицы. Мы можем сделать отверстие и перенести эти отметки на наше платье. Вот здесь у нас сантиметровый припуск. Мы его подгибаем. Здесь у нас тоже припуск. Располагаем ровно на планке. И мелом можно эти точки отметить. Возвращаемся к мероприятию. Продолжение следует...